Куда смотреть? В какую камеру? Привет! С вами Диджей Тага, и у нас очередное диджейское дерьмо. Ну, на самом деле, не такое уж и дерьмо, я по всем по вам соскучился. У нас сегодня начинается второй сезон ProShit. Добро пожаловать, welcome, и у нас партнеры. Теперь с нами работает магазин All4DGs, в котором мы любезно расположились и будем изучать железки, проводки, различные всякие штуки для диджеев и музыкантов, чтобы им легче выбиралось, покупалось, ну и, собственно, спалось после бессонных ночей в клубах или студиях. Погнали! И первые выпуски ProShit будут настроены, это я вас так настраиваю, на то, чтобы рассказать вам о ваших вопросах, которые поприлетали после первого сезона, и мы будем их, конечно же, разбирать. И первый вопрос, как ни странно, в рейтинге, и он до сих пор держится, это линейка компании Pioneer, которая уже много лет продается и не устает просто радовать счастливых обладателей. Конечно, кроме тех, кому попадается брак, так как Pioneer не застрахован, как и любая фирма от этой херни, и, собственно, мы эти моменты тоже разберем. На нашем столе сегодня легендарный DDJ-RZ. Это тот контроллер, который теребит головы и мозги многим диджеям, потому как они не знают, что выбрать. Ну, простой же, сука, выбор. Купи контроллер и играй. Больше ничего не надо. Ты можешь купить DDJ-400, можешь купить SX, RX, не знаю, DDJ-1000 на худой конец. Ты можешь выбрать себе много всего прекрасного, но головы людей забиты тем, чем же отличается RZ от SZ. На нашем столе совершенно новый аппарат, который приобрел не просто один из наших подписчиков, а ученик нашей школы. И именно этот аппарат он попросил снять в обзоре. Ну и, собственно, чувак, тебе респект за то, что ты предоставил нам эту игрушку, дабы развеять сомнения многих людей об этой железке. Поехали! Перед нами находится устройство, которое хочет приобрести себе большинство диджеев, мечтающих компанией Pioneer. Но так как это топовый девайс, и он представляет из себя полный размер, максимально удобное пространство для работы рук и кнопки, и его полноразмерность абсолютно идентична клубному стандарту. Для тех, кто до сих пор не знает, клубный стандарт — это так принято считать, было до последнего времени, техника компании Pioneer из разряда CDJ-2000, DJI-900, 800, ну и если копать в глубокую историю, то это 800, 600, 500, а дальше уже можно в космос улетать, потому что пульты на самом деле те были жуткое говно. Я говорю про звук, конечно, к ним привыкли, ручки удобные, они большие, были счетчики BPM, однако звучали они как ведро, и с 800-го пульта это как-то поменялось, а потом появился 900-й, и вот у нас здесь вот тот самый хороший звук от DJI-900. Это нормальный аппарат, который способен вас радовать как в игре, так и просто, если он стоит у вас дома как красивая картинка, но потому что картинка получается с ним заебись на фотках, так как вы не какую-то маленькую штуку вращаете, а полноценные пацанские ручки. Значит, давайте перейдем сразу к делу, чтобы не размусоливать этот выпуск, а просто конкретно я вам расскажу, чем он отличается от SZ, и стоит ли его покупать, если вы хотите и задумываетесь в эту сторону вообще. Значит, давайте рассмотрим абсолютно одинаковый с SZ аппарат. Отличие номер раз. Здесь написано RZ, здесь не написано SZ. Собственно, девайсы на самом деле похожи, и компания PIONEER, когда выпускала RZ, просто двигала свой софт для диджеев на рынок, и именно поэтому она добавила немножко больше кнопочек, которые так или иначе кому-то нравятся, кому-то нафиг не нужны, но тем не менее эти кнопочки иногда становятся полезными. Давайте начнем с них. Кроме того, что это такое же качество, кроме того, что джоги другого цвета, они такие графитовые, то есть это кому-то нравится, кому-то нет. Тем не менее, это основные отличия по дизайну. Во всем остальном, все подключение абсолютно такое же. Ну и давайте, прежде чем я перейду к супер-кнопкам, мы все-таки для тех людей, которые любят смотреть тупые обзоры, где показывают, что кнопка PLAY это, сука, кнопка PLAY, а входной или выходной режим мастера это выходной режим мастера, то есть те разъемы, которые мы, в принципе, все знаем, мы все-таки это сделаем. Ну так, чтобы для чистоты эксперимента. Значит, у нас на задней панели есть полноценные группы мастер-выходов, их две. Есть выход под мониторы, он джековый, балансный, все тут круто. Есть линейка входных разъемов, которые позволяют подключать фона, это наши вертушки любимые, CD-деки, если вы захотите вдруг расширить управление деками, ну и, собственно, заземление, два микрофона, два разъема под USB, для того, чтобы подключать сразу два компа, и это очень удобно, об этом говорилось много раз. Мы видим две деки и пульт. У нас у каждой деки есть группа эффектов, Needle Search, есть большой джок полноразмерный, классные пэды, секция AutoBit Loop и стандартные кнопки Play-EQ, ну, которые обычно во всех обзорах показывают. Собственно, для меня это все ерунда, потому что мы все прекрасно понимаем, что у нас в каждом девайсе должен быть какой-то основной момент, то есть то, ради чего стоит покупать RZ, и чем он конкретно отличается от SZ. И вот тут давайте разбираться. Есть модели SZ, RZ и SZ2 на сегодняшний момент, который из себя представляет как бы эталон. Так вот, если мы возьмем SZ и поставим его рядом, то мы увидим отсутствие некоторых кнопок, конкретно Sequencer, Overdub, Start, Save Slot, квантизацию, и мы не найдем работу с сеткой, то есть мы не увидим кнопки Grid, Adjust и Slide. Так же, как и на этой деке, здесь все идентично и все одинаково. И только этим отличается RZ от SZ. Если мы возьмем SZ2, который вышел немножко позже, чем RZ, то на SZ мы найдем еще пару кнопок, которые бы стали полезным для каждого, кто хочет выбрать себе такую модель. Это работа с кейтонами. Этих кнопок здесь нет. Мы их можем замаппить, если мы поработаем с рекордбоксом и с маппингом этой программы. Но основное отличие вот этого девайса в том, что у SZ лицензия Serato, а у RZ лицензия рекордбокс. И когда мы выбираем тот или иной софт, мы должны думать о нашей задаче. Serato очень хороший софт. И трактор неплохой. Но и рекордбокс не отстает. То есть мы выбираем себе то, что нам реально нужно или реально приносит пользу. И каждый раз, когда меня спрашивают о том, что же выбрать и на каком софте играть, задача в принципе простая. Если вы хотите гастролировать, и ваша карьера реально строится на том, что вы путешествуете по миру, знайте одно, что везде стоит Пионер. Пионер это CDJ2000, DJM900, не знаю, там DJM2000. И там вы будете работать только с рекордбоксом. Потому что ваша гастрольная жизнь превратится в максимально простую историю, когда вы можете одним проводом подключить свой девайс или свой лэптоп и не париться с настройками. По факту рекордбокс и Серата это одно и то же. Есть очень тонкие моменты в каждом софте. Ну, например, в тракторе мы можем просто более удобно собирать лайф. А в рекордбоксе мы можем управлять лайтинг-режимом, видео-режимом. И помимо этого, это софт, который является клубным стандартом. То есть это самое основное отличие. Например, в Серата очень круто сейчас вживлена история с Роландом Айра. Но об этом мы расскажем в следующих выпусках. Тем не менее, основное отличие это вот это. Лицензионный ключ, который лежит в каждой коробке. И если мы покупаем РЗ, у нас рекордбокс. Если мы покупаем СЗ, у нас Серата. Еще один вопрос, который очень часто задают подписчики канала, это можно ли, купив РЗ, играть на Серата? Да, черт возьми. Можно ли, купив СЗ, играть на рекордбокс? Да, можно. Можно, потому что многие так делают и многие держат два софта, потому что, ну, потому что иногда это нужно. И я вам скажу так, что возможно, вы любите Серата, или вы любите трактор, или вы фанаты рекордбокса, и вы любите на него. Возможно, вы все вместе любите. Тем не менее, если вы хотите строить свою карьеру, то вам обязательно, кроме того софта, который вы любите, надо изучать рекордбокс и иметь лицензию этой программы на своем лэптопе, для того, чтобы в нужный момент, когда вас пригласят в красивый клуб, вы смогли выступить в нем на той красивой картинке, которая называется клубный стандарт. Давайте более детально посмотрим на этот аппарат, чтобы наконец убедиться, что он точно такой же, как и Z, за исключением некоторых кнопок. Большие пэды, большие кнопки, очень много пространства. Секвенсор, овердап старт, функция автобит луп с очень удобным размещением, нидл серч, группа эффектов вторая, группа эффектов первая, возможность переключения на другую параллельную деку, естественно, мастер темпа, квантизация, синхронизация, shift для переключения других режимов и управление эффект процессором, а также большой пульт, на котором мы видим SoundColor FX, OSC-сэмплер, мы видим все так же, как на стандартных клубных райдерных историях управления микрофонами и наушниками, кроссфейдер, возможность настройки кривой кроссфейдера, возможность переключения каналов, селектор входов и, собственно, в этом все. Разница на всех контроллерах только в одном, в их размерах. Выберите вы маленький контроллер, средний или большой, все зависит от вас, но абсолютно точно вы знаете, что функционал даже самого маленького контроллера превышает по функционалу CDJ2000 и DJM900. Это абсолютная правда. Еще один последний вопрос, на который я отвечу для своих подписчиков, это история с DDJ-XP-1. Мы про него тоже будем делать обзор, но если вы выбрали SZ, например, вы любите Serato и вы хотите работать только на нем, но вы теперь знаете, что для того, чтобы гастролировать, вам иногда нужен и рекордбокс. И вы приобрели себе рекордбокс, вот дома у вас стоит SZ, на котором вы работаете, как на Serato, так и на рекордбоксе. И как же вам получить те самые кнопочки, которых на SZ нет? Я говорю вот о тех самых квантизации, секвенсоре или K-Tone. Вы можете просто приобрести в дополнение DDJ-XP-1. Если вы его покупаете, это расширяющий контроллер, на котором есть абсолютно все те кнопки, которые пионер не поместил на 1SZ и не поместил даже на RZ. То есть, эта история, которая раскрывает, как я говорил, не один раз RECORDBOX полностью, она легкая, стоит недорого, вы получаете две лицензии в подарок, а значит, что если вы на рынке вдруг по каким-то причинам не находите хороший RZ, потому что у вас ограниченный бюджет, или вы, например, просто хотите, чтобы у вас был SZ только из-за цвета джогов, и поверьте, такие люди тоже есть, вы можете смело покупать SZ, покупать DDJ-XP-1, с которым будут две лицензии RECORDBOX, и лицензия на Serato у вас будет зашита в ваш SZ. И вот это, наверное, все советы, которые стоит знать по этой теме. С вами был Digitago, вы были на канале ProSheet, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, увидимся в следующем выпуске. Субтитры сделал DimaTorzok